Здравствуйте, я Руслан Кухарчук и вы смотрите Клуб 700 Интерактив. Достаточно ли Библии, чтобы познать всю истину? Чем доказать авторитет Священного Писания? И, наконец, сколько книг должно быть в каноне? 66 или 77? Ответы в сегодняшней программе актуальны и доступны о самом важном. А также напоминаю, что наши консультанты ждут вашего звонка и готовы молиться о вас. Звоните, чтобы получить ответы на вопросы и молитвенную помощь. С нами в студии сегодня находится Николай Скопич, учитель Библии, магистр богословия и пастор Евангельской церкви «Алмаз». Здравствуйте, Николай. Здравствуйте. Мы сегодня будем говорить о Священном Писании, об авторитете Библии. Это наша тема. Вы сегодня читали Библию? Что читали? Книгу «Судей» читал. Мне кажется, это, кстати говоря, в Ветхом Завете одна из самых таких интересных книг. По крайней мере, для тех, кто вырос в воскресной школе, там много ярких историй всегда было. Да, да, там уникальные слова. Да, да. Вот что касается, кстати, детского возраста. У вас двое детей, насколько я знаю, да? Они читают Библию? И сколько им лет? Ну, моим детям почти 6-7 лет. У меня дочка и сын. И они еще пока не читают вообще, то есть я их только учу читать. Сколько лет? 6-7? 6-7 будет в июне, да. Поэтому я им читаю Библию. И читаю им детскую Библию. И читаю, когда я читаю свою Библию, они часто просят меня, почитай нам тоже. Я просто читаю, они слушают, им очень интересно. Объясняю, понятно. Задают мне много вопросов. А как чаще детскую, как чаще взрослую? Вот эту синенькую знаменитую детскую? Нет, нет, сейчас очень неплохая появилась детская Библия. Во-первых, истории описаны достаточно глубоко. Мне не нравилось то, что часто детские Библии примитивно написаны. И я всегда, когда добавлял, скажем, между строк что-то пытался еще добавлять, чтобы чуть серьезнее это сделать. А сейчас вышла еще одна Библия, я купил ее для своих детей. Достаточно глубоко написано. И в конце каждой истории говорится о том, как эта история указывает на Иисуса Христа. И поэтому это очень хорошо мне сразу говорить о Христе, который придет, как эта история указывает, как пророчески на Христа. Это история Нового Завета, Ветхого Завета, в основном Нового Завета. Вся Библия, Ветхий и Новый Завет. Как вы думаете, я припоминаю, я вырос в христианской семье, еще в школу не ходил. У нас отец давал такие маленькая книжечка была, и там «Золотые стихи» она называлась. Там короткие отрывки из Библии, которые мы заусивали на память со своим меньшим братом. Как вы думаете, с какого возраста уже ребенку вполне допустимо давать традиционную взрослую Библию и призывать их к тому, чтобы они читали, или читать им слух, и чтобы они, возможно, заучивали? Какой возраст? Я думаю, что чем раньше, тем лучше. То есть дети разные, они по-разному формируются, по-разному.